Но сейчас карта Dust2, и это уже Best of 1 в противостоянии двух этих коллективов. Напомню, что мы играем матч за жизнь на нашем турнире, и это финальная арена, это Dust2, Windstrike против Force. Да, и Force на самом деле не ожидали, что дело дойдет до третьей карты, все у них так неплохо складывалось на карте Dead Rain, но не зашло, мы смотрим третью, Dust2, и, в общем-то, команды уже готовы показать себя. Да, с другой стороны, Force, да, какая у них сейчас уверенность? Вот они выходили в стане фаворитов на сцену, да, там у них все хорошо, они в целом там выше по рангу сейчас команда, нежели Windstrike, имеют больше опыта в этом составе, но, с другой стороны, Windstrike тоже борются, там есть свои герои в виде Хоббита, в виде Бондика, который тоже был очень хорош на пистолетном раунде в защите. Ну и, в общем-то, есть чем отвечать, это самое главное, и у нас получается очень интересная встреча. Надеемся, что вам тоже это все дело нравится, приходите к нам. Я предлагаю пока не начинать встречу, потому что мы не видим игру. Да, мы вскоре будем это все дело видеть, вот, мы будем смотреть и на себя, и на игру, почему бы и нет? Мы еще так не комментировались, у нас разные, у нас разные ситуации, вот он, Свет, на нас не зашел, разные ситуации были, да. Будем с монитора, значит, комментировать. Вот, все, едем, ребята. Спасибо, поехали. Третья карта, решающая, пошубим, ребята, давайте поддержим команды Force и Windstrike на карте Dust2. И уже, кстати, был урон по Элиану, там, наверное, была какая-то перестелка на центре. Залетала также по флиту, там 20-22 хп, в общем-то, пока равный размен по здоровью. Но до первого фрага вскоре дело дойдет, я уверен. Фарзе обороняется, как вы видите, Windstrike атакует, и Xipower уже открывает счет фрагом в этом раунде. Голову получает тиммэк, Xipower погибает. Ну, это слишком было просто, даже не просто, он стоял, Xipower стоял очень открытым и был, в общем-то, за это наказан. Есть размен, и Windstrike разыгрывает ситуацию 4 в 4. Да, бомба перетягивается вообще ближе к Тэшке, или же это будет выход дальше на центр, через двери тоже. Вот интересно, флита замечает, Кобид вообще отлетает, вершан за балмаз, тоже прошелся. По лаке Кризон падает неприятным образом, заканчивается эта атака команды Windstrike. Бонди, конечно, выйдет на точку Б, но бомба слишком далеко, так что здесь Force не должны отдавать. С другой стороны, ребята, у нас красный Джерри, 8% лит, 20% алмазер. Он самый здоровый, если можно так сказать, в этом моменте, ну и 40 секунд у Бондика, чтобы разобраться с этой ситуацией. Защита стала очень грамотной, то есть 2 игрока на зиге, один у себя на РСПе вообще закрылся, действует на информацию четко. Там находится у нас товарищ алмазер, как раз таки, который имеет 78 хп, ну и Бондик все еще пытается на шифте добраться до этой бомбы. Алмаза нужно прочекать, нет, все-таки до этого угла не дошло, Бондик разворачивается, так это уже интересно. Напоминаю, что там вообще красные соперники, и Бондик направляется на точку А, тут Джерри. Покажется сейчас в зиге, у него P250, слишком широко открываться нельзя, потому что... Нет, можно, ребята, Энканис, постой, тут можно так открываться, когда у тебя такая стрельба с P250. 1-0 Force. 1-0 Force, жестко, да, дал, что по деньгам сейчас винстрайк, конечно, это рассматривается эко, прежде всего, будет ли Force. Иногда команды в атаке покупают диглы, покупают арморы, небольшую раскидку и заходят на А-плэн, например, ну или на Б, понятно. Посмотрим, какое решение сейчас примут винстрайк. Опять же, пистолетка здесь в диффанте. Тут все закончилось на центре этой мясорубкой, да, там атака, которая выходит на юспике, которая так жестко попадает по головам, это картина, которую мы часто видим на карте DAS 2. В этом моменте винстрайк не закупались, бомбу уже все-таки они не ставили, так что придется играть с дефолтными пистолетами, без арморов, без особо там чего-то еще, что может помочь даже поставить бомбу. В этом раунде фейскрэк с МП девятым просматривает выходы через банку, атака пока собирается ближе к центру, ближе к Б, наверное, там нижняя и верхняя тэшка. Ну и судя по всему, возможно, еще будет у нас выход на Алмазера, у которого тоже МП девятый на руках, так что возможностей для фарма довольно много у защиты. Джерри, кстати, Хае там неплохая могла залететь, но спустился вниз вовремя игрок атаки. Икси пауэр показал себя уже со скаутом на центре. Джерри, минус бондики и лаки. Это уже 1200 на руках Эллион и Хоббит отвечает. Как у них это получается? В итоге флит, конечно, там доработает, наверное, по бомбе. Последний Эллион. Ну неплохо так напихали, на самом деле. Два минуса с таким голым баем. Это очень даже хорошо. Там фактически лаки по 250-й у кого-то был. Так, ну что, давайте смотреть на экономику. Даже не так на экономику, как на решение и фарзов, и винстрайк, которые играют в данном случае в диффенсе. А в ВП нет. И есть скаут от Кси Пауэр. Но, опять же, снайпер здесь действительно у этого коллектива хорош. Это было опасно. Притом прострел с другой стороны взлетел. В итоге был прострел у Тавика Эллиона. Я напоминаю, что он играет в ВП, но без армора у команды винстрайк. Остальные это два калаша, две СГ. Выходы на длину пока отменяются, во всяком случае, от Лаки и Кризена. Здесь же только одного с собой забирают. Алмазер пушит нижнюю тэшку. Эллин к этому не готов. Не готов. Хотя был СВП. Изначально, видимо, не было контроля центра, не было информации, как там играет команда защиты. Но пока все складывается хорошо для Форс. Винстрайк остались вдвоем. Хоббит и Бондик. Один через Зик уже направляется, второй вообще на Титанике с бомбой. Был хорош Джерри в этом раунде. Он там смог на длине сделал два минуса. Ну и потом мы видели уже поджим нижней тэшки. Ксепауэр со скаутом попадает по Бондику. Откидывает смачок. Бондик дальше будет кушать. Да, открывается на конце. Делает минус по Джерри. Но тут же был еще и Ксепауэр, которого второго игрока не ожидал. Здесь Бондик именно в одной позиции. И Хоббит разыгрывает один в три. И 50 секунд до конца, бомба на руках. И будет попытка. Хоббит был хорош на трене. И сейчас попробует. Есть свето-шумовая граната. Только что подобрал еще и молотов Хоббит. Вот с таким набором ты можешь пройти на точку. А если она близко там не занята. А мы-то знаем, как стоят у нас ребята из команды Форс. Закрыт центр. Остался также один боец на Б. Так что Хоббиту здесь нужно, конечно, поработать по голове. Нет, не получается убить. В итоге этот еще скаут попадает в тело. 31 хп остается у Хоббита. Все же под свой же смок он заходит. Молотов на зиг. И можно ставить бомбу. Но слишком близко. Тут находится уже один боец. Бомба за испанским. На рампу будут кушать дальше. Экси-пауэр и компания. Экси-пауэр в прыжке. Забирает Хоббита. Да, но при этом Абай поставил бомбу. Это очень важно для команды Винстрайк. Давайте смотреть на их деньги. Денег там... В принципе, можно покупать. Но опять же, тут как видят свою игру ребята из Винстрайк. То есть, нужны ли им гранаты? Какая идея на этот раунд у них есть? Есть ли она вообще? Пока 0-3. И победитель на этой карте уже. И фактически в матче. Сейчас имеет 7 коэффициентов нашего партнера при матче. У нас были ситуации 10 коэффициентов. На команду Винстрайк. Но да, вот он фраг от Акси-пауэра. Еще постел через испанский. Да, это жестко. Да, это бывает. Очень часто на карте 1-2. Акси-пауэр уже с АВП. Будучи слепым, закрывают лаки выходящего через длину. Ну, там, конечно, команда помогала, но если так вот слепой снайпер стреляет, ты против этого ничего не можешь поделать. Кризен только сейчас вот вместе с тиммейтами забрался на длину. Но тут уже Акси-пауэр успел отойти на машину. Он держит довольно опасный угол. У него поддержка от двух тиммейтов. С маком закрывается атака. Будет попытка выхода на яму. Там уже находится Элиан, но это скаут, который может найти кого-то на дефолте. Например, ну вот как же сыграть против машины? Вот я напоминаю вам, наши дорогие зрители, что атаки нет молотова. То есть вы игрока защиты с машины никак не выгоните. А там еще и сам он ушел под свой же смок. Икси-пауэр попадает под Элиана. Вот оно удивление для снайпера. Форс. Один на один размен. 4 в 4 продолжается выход на точку аут. Кризеная кампания, тот чекает лифт, но там позиции близкие оставлены. Джерри очень опасно действует. Одного забирать, второго не получается. Отключается фейскрэк. И это минусы за минусами. В общем-то, 3 у нас оформляет один из самых опытных игроков Форс. И это очередной раунд для этой команды. Такое ощущение, Алексей, что Форс просто вот только что переварили и выплюнули этот трейн. И со спортивной злостью ворвались. Видно, что они хотят рвать и метать. Они понимали, они вели там 14-11. Да, не получается сейчас. Но попозже мы с вами справимся. Сейчас вот это позже наступает. Очень уверенно играют. И самое главное, что вот у них есть всегда ответ на любой размен своих соперников. Попытка Лаки занять быстрый лонг. Не увенчалась успехом. Есть пока только угол для обзора. Лаки. Тут грамотно все. И флешку бросили, и смог бросили. Полностью изолировали возможный выход из коробки. Эллен здесь с АВП летает в мидле. Особо команда Винстрайк мидл не прощупывала, кроме как пистолетного раунда. И то мы видели, чем это все закончилось. На Зиге Хоббит. Бомба двигается в эту сторону. Два игрока на А со стороны Лангау Форз. И также три просматриваются у Винстрайк на Зиге. Один под коробкой, один под базой Б. То есть, в принципе, Винстрайк еще могут выйти на центр карты с поздним таймингом. Да. Или вариант все же вернуться к Зигу и раскидать его. С заходом на длину. Плюс эту позицию, в общем-то. Это сплит на точку А. Флешка. А близкая, кстати, там у нас находится как раз-таки один игрок. И вообще там не только Флит. Еще Алмазер помогает. Это неплохая схема, которая позволяет выйти на размен Джерри на длину. Будут выходить, судя по всему, тоже некоторые бойцы. И да, Винстрайк находит Джерри. Под флешку все очень грамотно разыграно. Минус один. Фейскрек дожидается еще и флешек противника. Не забирает в итоге он Крис. Она тут его перестреливает. Бондик находит Флита. И так вот просто можно выходить на точку А дальше. Потому что защита идет на сейв. Это Алмазер и Икси Павер, которым нечего ловить абсолютно на базе А. Ну что, начало. Девинстрайк. Положено. Как минимум один раунд они взяли. Дальше нужна, конечно же, серия. Потому что пока это, вот, это мне, знаешь, напоминает Нюк. На котором тоже, там, проигрывали 2-3 раунда. Потом один взяли. И ты такой думаешь, так, вот сейчас либо пойдет дальше, либо опять же будет в салат. И здесь очень важный момент. Вот практически это, наверное, вот в начале игры, в начале этой карты, это важнейший момент сейчас для Винстрайка. Они должны очень четко оценить стратегию на следующий раунд. И понять, что им нужно для того, чтобы взять ту самую серию раундов. Закуп у форзов будет в следующем уже. И тут, опять же, да, если Винстрайк возьмут в следующий, денег не будет. И это уже возможность для стабилизации. Да, в этом нужно задуматься. Возможно, даже взять паузу. Тут актуальная тема, что для одной, что для второй команды. На самом деле, посидеть, подумать. Потому что, да, начало, но это третья карта. И отпускать в отрыв никого. Тут не хочется. Хоббит один из героев карты Детрейн. Да и в целом у него складывается сегодня игра лучшим образом. Но вот есть еще вопросы по стабильности Элиана. Особенно, если мы говорим в разрезе карты ДАС-2. Тут снайпер должен попадать еще жестче. Хотя, с другой стороны, на трейне были от него раунды. Очень хороший Элиан на центре. Опасается выхода от соперников. Там Назик полетел уже Хаен. Ну и дальше не было выстрела еще от защиты. Не было попытки Икси Пауэра сражаться с снайпером оппонентов. Нижняя Тэшка занимается. Зиг тоже просматривается. Это Лаки. Поджигается близко. Это, опять же, спланировано из-за того, что очень близко занимали у нас расположение уже. Ребята из команды Форс на центре. Там Флит подходил. Алмазер тоже помогает часто. Потому Минстрайк именно таким образом и отрабатывает свои гранаты. Сейчас три игрока на Зиге. Оставили одного под длиной. Флешка для Хоббита. Близ дистанция чекается. Икси Пауэр пытается выйти на выстрел. Как это было опасно. Эллиан, 17 хп осталось. Пока мне структура Винстрайк нравится, как они играют в атаке. Единственное, что они там особо не дерутся за лонг. Но они видят, что ребята лонг занимают. Зиг отдается. В общем-то, Винстрайк достаточно много пространства. И сейчас настало время отличных историй. Кидаем смог на КТ. И заходим на Б сплитом. Это самый легкий раунд в моей жизни. Давайте посмотрим. Смотри, там флешка. Они ожидают, но они вдвоем просто играют в упоре. Но они будут отрезаны. Там опять же в окно врывается один из бойцов. Это будет Алмайзер. Надо забирать от кого-то. Убивает он от того Кризона. Остается один у нас опорник. Нужно на него переключаться. Это флит. 39 хп у него. Там будут игроки также через центр идти. Но флита пришли. Он сам вышел на верхнюю тэшку. И Бондик с этим противником справился. Лаки закрывает выходы на центр. И это должен быть враг. Нет, разворот тайминги. Фейскрэк оформляет минус один. И три в три. Будут ли идти дальше Форс? Опять же напоминаю, что есть дефузы у Экси Павера. Но у него же снайперская винтовка. Раскидка только в виде двух флешек от красного Фейскрэка. У него 5 хп. Джерри под окном. Как стоит игроки, где атаки. Это все, кстати, довольно неплохо может закрывать Хоббит. Потому что он именно под окном. И туда же не будет идти никто из бойцов команды Форс. Это все же раунд для атаки. Или они пойдут? Они изображают, что они будут сейвить. Ой-ой-ой, Бондик под дверью. Да, это пауза. Флешки должны полететь. Или как там сыграть дальше? Там остался в итоге один игрок. Их Си Павер забирает. В итоге Джерри спускается. Будет дефузить бомбу. Неужели у него это получится? Нужно разочараться команде. Винстрайк нет. Эллен в итоге закрывает противника. Но и сам не взрывается. Но какая классная попытка только что была от игроков защиты. За это плюс. Охрана отмена. Говорит команда Винстрайк. И все-таки делает минус по дефузящему. А у Джерри там, я тебе скажу, он там очень полсекунды буквально он там не доиграл. Какой огромный АК лежал на Титанике. Да, и тут тоже было близко. Потому что мог бы еще взорваться Эллен. Потому что он был красный. А ему пришлось вернуться. Классное решение от Форзов. Вот реально они сделали такую паузу. Вот такое ощущение, что действительно показали, что вроде как уходят на сейф. И показалось, что сейчас в любой момент могут ворваться. Ну что, есть проблема экономического характера у Форзов. Но из позитива это, конечно же, заселенная СГ. И есть снайперская винтовка на руках. И, кстати, довольно прикольный сетап на планте. Да. Такие оборонные редуды могут и не пройти у нас. Минстрайк. Но они решили вообще отказаться от Длины. Вот там не было особой какой-то раскидки от игроков Форз. Но ты знаешь, наверное, задумались они о том, что может быть выпад под моменталку на Длину. Поэтому и дальше не пошли, в общем. Там было бы неплохо кого-то одного, конечно, оставить. Но такое вот решение. Спустя минуту, с начала раунда, бить центр Лаки уже на Зиге. Там фашка полетела. Хоббит первый. Чекает возможную позицию с АВП. Потому что нужно вычислить тикси-пауэра. Это важно. СГ от Фейскрека. Пока что слепой. Оспарилась. Будет от него флешка. И потом работают тиммейты, которые все это время находятся на бортике. Кто там у нас? Это Алмазь. Флешка полетела. Диггл должен врываться. Никого не замечает. Вернее, там только сейчас голова появляется на ступеньках. Ну, лысого видел. Там лысый был. Да. Вот пытается ему по лысине настучать. Но пока не получается. 3 плюс 2 выход от Твинстрайк. За атаку Фейскрек делает минус по лаке. Это было на зиге. Активно нужно сейчас включаться лангу. Быстрее нужно двигаться. Ребята, почему так медленно? Ой, Фейскрек закрывает Кобита. Нет, Молотова на машину. Я так понимаю, там не прочекает всех, наверное. Ребята, там два игрока. Больдик закрывает только сейчас Джерри. Нужна поддержка уже Фейскреку. Но Флейта здесь не прочекает, потому что уже убили одного на машине. Тачка сработает или нет? Блин. Забирает уже одного. Больдик падает. Нет выстрела по Кризину особо, но 2 на 2 ситуация. Довольно опасно. И Кси Повер через Смок забирает Кризина. Если я не ошибаюсь, Эллен пытается дальше выйти. Это снайперская битву, которая должна бегать от другой бандера. Но Икси Повер. Дальше хорош на размене. Это все-таки раунды команды Форс. Этот стак на машине. Он сыграл злую шутку с командой Винстрайк. Очень крутая динамика в этом раунде была. И как раз-таки скорости, мне кажется, не хватило команде Винстрайк. Да. Ну, потому что там уже драка идет на зиге. Таким полноценным. Не знаю. Активно все было. И нужно было этой троице на длине вообще ничего не бояться. Нужно было просто двигаться. И все. Очень долго они все это делали. Одна граната, Алексей. Мотов на машину. Но, опять же, когда у тебя такой экшен, когда у тебя душат зиг, ты об этом, возможно, даже не думаешь. Элиан все же забирает фрита. Хотя у этого была возможность довольно большая здесь сделать минус по игроку атаки. В итоге он же отлетает. 5 на 4. Есть еще масса времени, чтобы похолодиться в команде атаки. Вот она флешка. Элиан дальше будет работать через смок на КТ. Там, кстати, два игрока у Форс должны выйти. Уклон на то, чтобы убить кого-то на центре. Но там уже Б выходит. Ребята, оно полностью оставлено. Игроками защиты пытается ворваться Алмазер, но только на Лаки и его коллаж. Бомба будет поставлена. И мы уже должны общаться с тобой о сейве команды Форс. Здесь они проморгали выход на Б. Проморгали на центре. Флит не убил. Опять же, это был самый важный фраг в данном раунде. Потому что из-за него защита должна была сделать уклон на одну позицию и оставить точку Б. Ну что, по деньгам. Есть сейв. Это понятно. Вот закупли будет. Опять же, смотри. Возвращаемся к тому, что пока как-то Винстрайк в этой гонке старается догонять своих оппонентов. Но нужна уверенность. Нужна уверенность в виде нескольких раундов. Пока вот так вот по одному откусываю, в итоге ты закончишь там 5 раундов в атаке. И этого, конечно, не так много, как хотелось бы. Судя по позиции МФорс, они, видимо, читали выход на центр. Сплитом. То, что будет большинство игроков в атаке именно туда врываться, для того, чтобы зайти потом на базу Б. Они не угадали. То есть они не понимали, что это, возможно, такой вот массовый врыв на Б через верхнюю Т-шку. Это, в общем-то, нетипичная позиция в принципе. И нетипичное решение от террористов. Но самое главное, ребята, что это сработало. Минстрайк забирает себе третий раунд. 3-5 на табло. Есть АВП от Икси Пауэра. Все остальные тоже с хорошими девайсами, на самом деле. Но не у всех есть откидка. Смог полетел. Тут будет выход через бочку. И Лаки забирает еще и Фейскрайк. Объясит Джерри, который должен был играть на размен, но в итоге загулял. И попал на прицел. Лаки может остаться здесь вообще один. Да, он и там, в принципе, один после этого размена изначально выходил. Но есть шанс для четвертого раунда команды Винстрайк засекать платнокровно до конца. Лаки останется на длине. Пока непонятно, бомба перетягивается. Также будет люркер под Б у Винстрайка. Пока это бондик. Или он просто стреляет, просто байтит. Говорит о том, что вот я на центре карты, и как бы мне все равно. Ну, а форзы растянуты по позициям. Один в Зиг, один в А. И один играет на базе Б. Но в Зиге играет АВП. Это Экси Павер, который может, конечно, или нижнюю Т поймать, или кого-то на центре, если там вообще не будет выхода массового на длину. Но это совсем не тот вариант. В общем-то, в защите нужно принимать какие-то решения. Вот куда-то поджиматься. Они это понимают, и потому идут в Т-шку. Но там будет встреча только с одним бойцом. Ну, и то бондик уже выходит на Титаник, и несолоно хлебавший у нас останется команда Форс вообще, потому что бомба уже готова врываться дальше на точку. Вот замечает бондика, в итоге уже понимает флит о том, что это выход на базу. А Экси Павер ловит на перетяжке Владислава. Но тут уже бомба в пленте находится, устанавливается. Пушится, кстати, Нук. Это Хоббит. Он будет еще принимать выходы через КТ. А туда не направляется никто из команды Форс. Это выход Зиг плюс длина. Нужно посмотреть, как флит сыграет против Ямы. Это важная позиция, потому что если он Лаки перестреливает, то уже появляется шанс зажатия в тиски своих соперников. Напоминаю, что есть у нас дефуза к Си Павера. И в коем случае нельзя терять флит. В итоге убивает Лаки. Тот неуверенно сыграл. Эльян на пленте за ящиком. Откидывает довольно грамотный смок под себя. У него нет пока поддержки у тиммейта. Флит забирает еще и Хоббит. Айлен последний остался на пленте. Нужно его сейчас найти. Флитом в этом звуке. Он пока что отстаивается. Есть минус. Эльян будет до конца играть. Вот как раз таки тот игрок, который должен был изначально убить Эльяна. Он этого не смог сделать. Так что игрок атаки здесь отыграл на все 100%. Ведь как же все-таки он грамотно использовал смок. Да, смок очень грамотно использовал. И вообще тут опять же была очень хорошая ситуация. Выгодная для Винстрайки. Они были близки к провалу. Не хватило уверенности. Лаки. Да, кстати, Лаки тоже был. Ну, Флит его там, конечно, наказал. Как и вот непонятно, как сыграл еще игрок на КТ. И потом, да. Алмаз, конечно, зарезал. Но опять же у Экси Павера были дефузы. Но слишком много времени они потратили на этот ретейк. И это ребята понимают. Но уже уклон в этот момент. Десятый раунд. Экси Павер с АВП. Все остальные с пистолетами. 1-5-7-3 декла. И Хоббит уже одного из них отправляет в следующий раунд. Все дело было просто. Эллиан еще даже не подключался к эту перестелку с Экси Павером. Но тот будет на центре, наверное, очень долго сидеть. Он все же будет пытаться там кого-то подрезать для того, чтобы команде помочь. Как-то вот перетягиваться и чувствовать себя более открыто. А как не было прострела? Ну, странно, да. Прострел должен быть. Ну, как-то не засчитала. Габен! Фикс здесь, please. Так, выход уже через шорт. Коварный Хоббит. Да, там под смог. Все довольно грамотно. Проходит под шифтом. Чекает возможную позицию головы опорника. Но винстрайк здесь никого не встретят. Потому что форс сделали уклон на центр плюс точку B. Бомба на длине. Тут, возможно, даже будет прокидываться. Кризеном для Хоббита, да. Так оно и произойдет. Так что все прочекано. На лифте никого не заметили. Форс не угадывает. И это должен быть счет на табло 5-5. Винстрайк вернулись. У них был провал, конечно, в начале карты ДАЗ-2. Но вот этот клатч от Эллиана, включение, вот эти выходы на лаки. Вернее, от лаки на длину. Они помогают. Зарабатывают для себя очень важную территорию. И потом доходить до плента и ставить бомбу. Это 5-5. Это уже точно. Но тут, естественно, нужно сохранить АВП и все силы, скажем так, потратить на сохранение этого оружия. Винстрайк не идут искать своих оппонентов. Экономика очень шаткая. И это, в общем-то, тоже правильно. Бондик услышал оппонента. Но это пока только пистолет Джерри. Ему желательно этот девайс не отдавать. Не этот, а имеется в виду вообще любой. Ну и X-Power с АВП. Ну, может... Так, Алексей. Ну, там фраг как бы был. Там фраг, а тут бомба. А тут красота нашей сцены. Что важнее? Важнее фраг. Эксит фраг или красота? Да, в общем, тайм-аут. Тайм-аут мы показываем все время. Все время. А эксит фраги происходят не всегда. Это философия. Это очень глубокая мысль. Я с тобой согласен. Первый тайм-аут от команды Винстрайк. И, кстати, почему бы и нет, учитывая, что у вас все получается. И нужно подумать, что будет на руках у ваших соперников, как они должны сыграть. Вообще, например, если будет снайперская винтовка вторая. Но видим, что по деньгам это не получается. Три девятьсот пятьдесят у Джерри, например, потратил все алмазер на аук и армор. По гранатам тоже не все хорошо будет у команды Форс, если они будут закупаться эмками и аугами. Фейскрэк, возможно, будет тратить деньги на более слабый девайс, чтобы был какой-то еще смог. Нет, это тоже будет аук. В итоге сильные девайсы, но при этом первые арморы, один набор диффузов и очень мало гранат. Это набор команды Форс на этот одиннадцатый раунд. Нет прострела от Эляно. Фокусил он мидл, три плюс два в обороне от Форзо, при этом они активно занимают лонг. Теперь смотрим на решение от Винстрайк. Возможно, будет выход на раннем тайминге. Здесь смог не прилетает. И это шанс для Винстрайка. Они понимают, что под флешечку сейчас можно сделать выпад. Да, смотри, то есть смог не прилетел. И смока просто нет физически. И тут 2D на длине. Сейчас будет мясо. Уборит Джерри, делает два минуса. Хоббит разменивает. Прочекает ли еще одна неожиданная позиция была у Фейскрека. Да, такая позиция, она не чекается в первую очередь. В итоге Фейскрек еще и забирает Элина, который опаздывал на пояс на эту длину. Не сразу сфокусировался. И последний падает Бондик, выходящий на точку Б. Алмаз его прочитал. Где может быть Бондик, это тот игрок, который обычно показывается на верхней или нижней этажке. Легко, но легко опять же за счет врывов на длину и АИМа команды Форс. И плюс позиции Фейскрека, которая никак уж не читалась там выходящими игроками атаки даже после первого размена на старте. Забрали Форс, да, тут важно, что они много не потеряли этих девайсов, то есть экономика сейчас у них укрепляется. Винстрайк брали паузу, да, в преддверии предыдущего раунда, вот о чем-то общались, и в итоге это общение привело к довольно скромному выходу на точку. Слушай, ну... А, ну к длине вернее они подходили. Я не могу их там критиковать, потому что единственное, что не было просто размена сразу вот здесь. Ну, тактика не сработала, ничего страшного. А, это следующий уже раунд. Это уже следующий, да, тот дефолтный Молотов отлетает уже в банку, вынуждает атаку выйти обратно. А на пальме показал себя Элиан. Снайперская винтовка смотрит в левую сторону центра, но есть еще поддержка от одного игрока. Там с бомбой находится Кризен, откидывает Элиану и, наверное, будет первый выходить. Да, тут чекается близко. Ну и вариант зажатия. Беопланета сейчас появляется, потому что у вас, по сути, 4 игрока направлены на эту сторону. Оставили только одного Хоббита под длиной, почему бы не попытаться там ворваться, но еще и Зиг нужно прочекать, потому что защита после доскидки на центр очень часто куда-либо пытается поджаться в спину. Ну что интересно, там Кризен накидал мидл и при этом нет выхода. Почему-то Тэшка затормозила, видимо, там прилетел Смок, да, там прилетел Смок и решили не выходить. А при этом мы видим, что поразыграмотно ретейкнули мидл, втроем его заняли. То есть потянулся также Джерри, был небольшой фокус, ну и теперь команда Винстрайк перестраивается. Лаки идет на Зиг вместе с Кризеном, отказывается, судя по всему, команда Винстрайк от захода на центр карты. Бомба в шарте, там пока только один чел, что ли, Фейскрэкс. АВП делает минус, нет возможности разменять, почему никто не подключается. Только сейчас пошла флешка, Джерри откидывает молик, Эллиан забирает Фейскрэка. Путь на Аплент открыт, подключается Хоббит, который делает минус. Флит тут же отвечает, 3-2 ситуация, очень выгодная для команды. Винстрайк была, однако Флит делает минус по Хоббиту и 2-2. Оба игрока защиты были на контролском респауне, нужно сейчас перетягиваться ближе к Зигу, это они и делают. И Лаки все еще верит, что это будет выход через просвет, Эллиан тоже в этой позиции на рампе. Оба бойца атаки и оба защитника пытаются идти в этот смок. Они очень много времени уже потратили на диффузы, имеется. Нет флешки, чтобы выйти нормально, Эллиан пока закрыт. И возможно это будет выход уже на более поздних таймингах. Не будет раунда для команды Форс, уже нужно идти на сейв. Они долго там пикали, пытались кого-то найти в этом смоке, это 6-6. Атака здесь смогла. Лаки, попытка убить еще кого-то на центре. Нет, отходит обратно, здесь он не взрывается, все четко. Да, сохранили жизнь и два игрока Эвентстрайк, и два игрока Форс. Для Форс, наверное, это было важнее, учитывая и их экономику, и то, что на руках у Флита есть АВП. Ну и что там, вроде закуп, я так понимаю, у Форзов. Сейчас мы посмотрим на их экономику. Ну, интересная игра, тут очень все так... Ну, 50 на 50, как пейсет на пейсет, словами великого словацкого снайпера. Выход на верхнюю тэшку, там два игрока атаки уже. Вот не хватает напряга, на самом деле, с верхней тэпу Б. Вот, если честно, я хотел только сейчас это сказать. Лаки получает смок, но он его не останавливает. Форс все же забирает тут и одного, и второго противника, Флит тут работает. Ну и, если бы не Флит, то Алмазер тоже был очень близок к этим фрагам, потому что там еще и АК-47 на руках. В итоге неприятное начало этого раунда для команды Винстрайк 3-5. Ситуация Хоббит, Кризен и Элиан. Остаются два калаша и снайперская винтовка. При этом у вас есть только два смока, один молотовый флэшка. С таким набором было бы неплохо прощупать Зик. Или же выйти на центр, но, опять же, там может быть кроссфайр, Экси Павер. Тоже хороший угол, чтобы произвести фраг. Но дальше игрок атаки не пошел, только показался. Кризен на длине. Очень коварная позиция там у игрока защиты. Не всегда она чекается, Джерри за голубым. Пока сушится игра. Попытка выхода на центр, Фейс Крэг забирает Элиана. Минус снайперская винтовка. На бомбу тут же летит Мотов, и Фейс Крэг должен, наверное, забрать еще и второго. Получается закрыть Хоббита. Последний Кризен, он, конечно, сделал фраг, но это уже информация для игроков защиты. Тут же СБ поджимается под Титаник Алмазер. Да, но Кризен здесь не жилет. Воу, не пошел спрей там, хотя один хп остался у Кризена. Вот насколько важно сейчас вот с этим калашом отработать по фрагам на максимум. Говорю про фраги, потому что о взятии раунда мы не будем сейчас вообще думать. И этот калаш, да, он сможет, конечно, в следующем раунде сыграть. Сейф тут плюсовый, учитывая деньги, винстрайк. Это седьмой раунд для фарзов, это уже точно выживают, они здесь втроем. Ну а вот денег у винстрайк нет на хороший закуп уже в следующем раунде. Ну вот как-то вот этот выход на Б, ну это способ удивления, Алексей. Это способ сыграть нетипично для соперников. А тем более, ты же как вот думаешь, что только что был откинут смок, игрок, который его бросал, он может там еще быть на включении девайса. Он еще не берет его в руки нормально, там нет стабилизации прицела. То есть ты можешь выйти и его поймать. То есть по сути плит, он же и спас алмазера в этой ситуации, который там на переключении окапал. То есть здесь его просто стрельба была хороша. Но все же вышли вперед у нас, ребята из команды Форс. Это очень важно в первую очередь для защиты. Особенно учитывая, что у нас концовка первой половины карты ДАС-2. Это третья решающая матч на Вэрис нашего чемпионата. И коэффициенты 3.15 на команду Виндстрайк. Ну, опять же, почему так? Минимальное преимущество. И ребята борются. То есть они показывают уже, что они достойны пойти дальше. То есть что одни, что вторые здесь. 3.15, рубль 20. Что я могу сказать. Так, ну эко вроде, да, у Виндстрайка или нет? Или это такой... А, нет, не эко, стоп, это все-таки Форс. Да, Форс. Что там, скаут? Главное то, чтобы все-таки бороться за первую половину. За этот восьмой, ну седьмой и, соответственно, восьмой раунд. Потому что тут что одни, что вторые теряют все деньги после этого момента. Лаки спускается в нижнюю тэшку. У него не будет никого, поддержка. Там я думал, что будет какая-то подсадка за ящиками. Но пока дело не доходит. Элиан. Ой, прострел. Ну, 3%. Вернее, даже 1 хп остается у него после этого выпада от Флита. Кстати, у Флита там были уже некоторые шансы убийства Элиана еще раньше. Но он как-то его не перестреливал. Но здесь было легче, опять же, потому что у игрока атаки только скаут на руках. Но какой скаут? У Элиана есть уже на счету попадание в голову на карте ДАС-2 с этого девайса. Икси Павер на Зиге. Просматривают выходы под флешку. У него также есть тиммейт, который сидит под лестницей. И он тоже коварную там позицию занимает. То есть, если Икси Павер стреляет, на него сразу же прицел взлетает у игрока атаки. Но вот за лестницей может не протекать сейчас игрока. Да, так и получается. Джерри побивает Хоббита. 5-4 ситуация. Лаки пытается выйти на центр, но там еще и флит. Показал себя. Кризен, пал. Слышка полетела. Лаки играет на размене. Но да, по тебе не добраться. Нужно забирать Акасу Алексеема своего тиммейта. Еще один смок на КТ. Но это все еще преимущество по живой силе для команды Порт. Попытка выйти Бондика. А что Челс Бобой стоит в Тэшке? Что? Ну, смотрел Зиг, наверное. Прикрывал тиммейта. А Бондик Соло тоже пытается выйти. Но рассинхрон. Это о команде Винстрек сейчас. Алексей, Алмазер. Все просто. Ухо отлетает. Ухо Лаки, конечно же. Элиан последняя попытка сделать фраг. Но Алмазер не преклонен. И все же это 8-6 в пользу команды Форс. Этот дает экшен в мидле. Начинает что-то там танцевать. Подбирает калаш. Я понял тебя. Кидывает еще смок. Закрыл. Там один Чел на Б. Окей, они этого не знают. Но у тебя уже с Тэшки выходит твой тиммейт. Этот танцует здесь, тот танцует там. Он третий стоит в Тэшке с бомбой. Отлично. У нас, знаешь, теория идеального розыгрыша здесь говорит о том, что было бы неплохо с бомбой выйти вдвоем через верхнюю Тэшку, чтобы хотя бы был размен на Б. А тут, получается, Соло Бондик выходит и у тебя нет шансов. То есть Алмазер на машине делает фраг, еще отходит за сигарету, там уже на бочках. В итоге он их здесь по одному просто отстрелил и все. И как бы Винстрайк ничего не реализовали. Да, да. А так и есть. Фэрину вновь прострел. Это попытка довольно быстрого врыва на центр от игроков атаки смаком закрылись. Дальше флешки уже полетели в правую сторону, но тут Алмазер за Зайчиком нужно прочейкать. Он уже начинает забирать только одного кризона на лаке. На размене там еще один напорник. А там с поли паудой, это был флит. А бомбу-то забыли. Забрать у нас сейчас ребята из команды Винстрайк. И как до нее дойти, непонятно. Она была выбита еще в начале этого врыва. А почему бомба вообще привыкла? Здесь флит Б идет в мидл. Это вообще где такое видно? Да, но тут уже будет тир, наверное, для игроков команды Форс. Да, там еще и Бондика забрали. Последний Хоббит с АВП убивает Акси Павера. Против него остались Джерри и Фейс Крэг. Последний. Здесь красный. 17 хп у бойца Форс. Хоббит пока что не спешит, но опять же, ну, рано или поздно придется выйти, потому что, ну, кто выйдет на тебя из верхней тэшки, когда бомба лежит на машине? Ну, конечно. Но тэшка не будет тут подключаться. Можно вообще, Хоббит просто тратит время впустую. Это понятно. Ну, посмотрим, как сейчас он разыграет. На руках у него также есть ЦЗ-шка. Фейс Крэг красный. Ну, и Джерри стоит тоже на очень хорошей позиции. Хоббит слева должен подчеркать. Так и есть. Так, АВП сразу на руках неужели. Это было так жестко. Это было очень жестко. Он затащил этот раунд из своей команды. Выход ЦЗ, потом сразу переключение на АВП. И я видел, я видел, что это произойдет после этого фрага первого, когда появился большой ствол на руках у Хоббита. Да, в итоге важный клатч. Важная уверенность получила для своей команды. Но вот парню, который нес бомбу в мидл, ему ремня. Ну да. Это так, мы так не делаем. Мы так не мочим. Это был хаос, да. Но тут я понимаю твою логику, что бомбы у нас зачастую должны выходить через верхнюю Т. Не зачастую, а всегда. Да, да. Но тут, видимо, был уклон на то, чтобы просто всем выйти, даже верхнюю Т не особо-то подключать. И это получилось. Но вот бомбу ребята забыли. Но как сыграл потом Хоббит? Красота. Молодец, Абай. Это было жестко. Может быть там еще бомба потому пошла в мидл, потому что был масс-мидл. То есть там прямо они летели туда 3 или 4 человека. Может быть из-за этого. Но опять же, нет. Не согласен. Не согласен, тем не менее. 8-7. И это хорошая половина в целом. Как для одного, так и для другого коллектива. Посмотрим теперь, как будут обороняться винстрайки. Вот он момент, один из самых лучших в нашем матче 100%. Хотя у нас были. Знаешь, есть такие хайлайты, там минус 4 и минус 5. Этот хайлайт лучше. Потому что такая ситуация, она зачастую игроком не выигрывается. При этой бомбе и при расположении соперников. Фейс Крэг готов выпускать своего тиммейта на длину. Это Флит. Кстати, у него не P250, а Глок. Хоббит поджимается под Зик. У него есть шанс убийства Т-шки нижней. Там пока за ящиками находится один боец. Это Джерри. Ну, Зик, кстати... Ой, не Зик, а Лонг, по-моему, Хоббит слышал. Вроде как, да, есть понимание, что это Лонг. Пойдет сейчас флешечка. Возможно, будет врыв сплента. Да, так и есть. Там кто-то из игроков команды играет внутри плента. Кризен, Лаки делают по минусу. Уже Кризен двумя отметился. Кси Пауэр отвечает. 4-2 ситуация. Нужно поставить бомбу. Это очень важно. Здесь для команды Форс Джерри подключается уже с Глоком через Шорт. Пакет ставится. И ретейк идет 3-2. А шансы-то есть у команды Форс в этом клатче. Джерри и Кси Пауэр. Два игрока через Нуки уже пытаются зайти. Бондик вместе с Лаки. Эллиона тоже нужно будет подключаться на длине. Выход через одну сторону. Забирает этого Бондика. Лаки на размене уже сыграл. Джерри последний. Выходы через низ. Пытается отбить длину. Нужно просто отходить и играть вместе. Игрокам команды Винстрайк. Здесь Эллион и Лаки все же выигрывают данный раунд. Скорее всего, потому что бомба должна быть разминирована. Есть депузы. Да, щипчики есть. Там много времени. Все хорошо. И команда Винстрайк забирает восьмой раунд. Тут интересно другое. Форсы поставили бомбу в пистолетом. Это очень важно. И они сейчас могут купить 2 СГ. Да, 3 даже СГ. Остальные ребята жертвуют своими деньгами, играют с пистолетами. Ух, вот это игра. Вам нравится она? Это самое главное. 8-8. Паритет по раундам. И сейчас он будет нарушен. Эллион играет со Скаутом. Есть, кстати, 2 М-ки. Кризен вместе с Бондиком. 2 М-п-девятых. Лаки и Хоббит. С другой стороны, как мы уже заявили, 3 СГ и 2 Дегла. Алмазер Джерри. Игра через нижнюю тэшку. Экси Павер чекает возможные поджимы. Видимо, не было ранней присутствия раннего на центре. Ни от кого из игроков атаки. В итоге Экси Павер отлетает от Лаки. Но он уже дальше не уходит, потому что слишком широко он открывался на флита. Размен произошел. Один в один пока что. Но такой размен всегда благоволит команде атаки. И тут еще и фейскрек находят на длине Хоббита. Тут сыграл слишком активно. Там вроде как М-п-девятый был. Идти в банку. Ну, вопрос довольно сложный. Ребятам на Б уже нужно крутить ногу срочно. Они там пока застряли в медле. Но тем не менее. Ну и Лаки, конечно, тоже в упоре. Включает сразу нож. И, естественно, его не отпускают. А так был бы девайс в руках, то, может быть, что-то и получилось. Ну что, будут ли делать ретейк винстрайк? Вот это вопрос. Да, нет диффузов. Нет диффузов. Это тоже момент. Кризен идет через лонг. Вот это Кризен. Сделать минус. Да, минус алмазер. Это было важно. Но там еще красный фейскрек. Это 8 хп. Почти фуловый Джерри и Флит на 100. Должен сыграть. Но, опять же, нужно двигаться уже. Флит забирает Бондика. Это было на нуках. Выход через Сити. И Флит еще и работает против Кризена. СГ оказывается сильнее в этой ситуации. Элиан с МП девятым идет уже на центр. И, возможно, получится подрезать сейчас игрока атаки. Да, минус флит. Нужно добраться до СГ. Но там еще и ФТОФРОЙ. Тоже погибает Джерри. Уоу. Ну, все же максимум для себя заработал Элиан в этой ситуации. Но все же это раунд для команды Форс. 9-8. Ну, кроме того, что подформил, еще и СГ забрал. Да, это потом может еще окупиться. На самом деле, по ходу раундов. Потому что ты даешь дропы, ты потом еще и СГ играешь в защите. Это очень сильный девайс. И мы об этом как мантру просто повторяем постоянно. Вот они размины на центре. Неприятно, конечно, было изначально для команды Винстрак. Но вот Кризен мог здесь работать. Вот если бы еще хотя бы одного забрал. И Бондик тут сыграл тоже в соло против Лита. И Хоббит пошел в соло по коробку поджимать. Тоже. Да, Хоббит. Вот было бы интересно на него посмотреть в предыдущем раунде. Потому что он умер перед коробкой. То есть, по сути, там в статике находился игрок атаки. И Хоббит вышел к нему на прицел. Судя по всему, так оно все и произошло. А сейчас вот Эллиан очень активно рассказывает своим тиммейтам, как стоит сыграть в этом раунде. Он же диктует там, видимо, тактику, потому что еще у него сильный девайс. Нужно играть вот этой СГ в защите. Но вот как? Возможно, в Зиге там показать себя. Подсадиться, сыграть агрессивно. Ну, потная, потная у нас игра. Мы видим, что Толик тоже подкоптился чуть-чуть. Сложно, сложно. Но Форзе взяли очень важный для себя раунд. Тут как бы вопросов нет. Они взяли Форзбай в ответ. И теперь уже покупают Винстрайки. Лонг не занимается. Ракетами. Оп, вот он Зиг, ребята. Минус Тэшка. Да, это уже хорошие новости для Винстрайки в этом раунде. И энтрифраг для них. Вот, прочитано. И мы это тоже ожидали. Фрид тоже раскидку свою начинает. Смоки полетели уже на просвет. Два игрока готовы врываться. Бомба за ними. Фэшка неприятная. Это Мэллиан. Бэкат. Плохо. Алмазер все же не дал ему дальше выйти на размен. Вот так топить смок? Это шибко было. Особенно с СГ. Да, конечно, это зачастую заканчивается тем, что даже из этого смока где-то сбоку может выйти игрок и дать тебе в антаб. Но ты единственный опорник на А. У тебя тут экшн. Прилетело два смока. Ты все это видишь. И ты вот так вот стоишь просто посередине плента и говоришь, вот, убейте меня, пожалуйста. С другой стороны, это своевременное решение команды Форз. Вот они потеряли одного в нижней Тэшке. Они понимают, что на Зиге будет СГ, и они быстро выходили. Лаки! Это было красиво. Пустынный Орел. Работает на Зиге. Флит погиб. Но вот до девайса не добраться. Это очень жаль. Ну, Хобби там сейвит что? Галил, по-моему, на руках, да. Бондик 5-7. Алмазер здесь в коробке. Тут, скорее всего, даже дальше этой зоны просто Форзы не пойдут. Там нет резона абсолютно. Они понимают, что девайсы терять не нужно. Нужны деньги, да. Ну, вот Винстайк пока отпускает своих противников. Да, дистанция. Вы скажете, небольшая. Вы будете правы. Но с другой стороны, это защита. И ей придется сейчас не сладко, потому что денег нет. Играть с одним Галилом с пистолетами тоже как бы невариатно. Карты Даст 2. Вот только что с Изгей не получилось, а тут еще и Галил. Это еще слабее девайс. Что, пауза, да? Пауза, по-моему, это страйк. Здесь личный минус Элиан. И вот здесь он, конечно, ну, это плохо он сыграл. Притопил, да. Он только открылся и шилд смог. Там же очевидно, что там для просмотра, для обзора атака постоянно вырезает угол, чтобы вот как раз-таки таких пассажиров ловить. Вступил в работу тренер. Сейчас активно Джон-то поясняет ребятам за диффенс. На карте Даст 2. Ну и мы ждем возобновления игры. Ну, форзы себя сейчас чувствуют комфортно после взятого форзбая. Угу. Так. Спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо за эмоции. Вы лучшие. Смотрим дальше. Фейскрек уже открывается на центр карты. Делает фраг по Хоббиту. Напомню, что это экономический раунд. И, в общем-то, здесь, я думаю, форзы просто на ноге полетят. Да. И закроют вопрос. Тут винстрайк стакнулись на бак, но не угадали. Фейскреку нельзя идти. На эту точку ни в коем случае, потому что информации по оппоненту на А там не было. На длине тоже никого особо не видно. Икси Павер еще там закрывает Элиана, тоже загулявшего. Ну и Фейскрек тут должен работать чисто на статистику. Ой, замечает всех просто в этой машине. Тут главное еще не отдавать СГ, хотя с другой стороны команда тоже подходит. Там пытаются ребята спину ему показать. Спину показал, проиграл зачастую, но Бондик развернулся. Но до девайса ты уже не пройдешь, сообщает Флит. Три очка преимущества у команды Форс. Ключевой момент для винстрайка. Они сейчас будут закупаться. Есть снайперская винтовка от Элиана. До второй дела у нас не дошло. Это три эмки. Один аук от Лаки. Кстати, сейчас я думал, что будет проброшен еще АВП для того, чтобы пикнуть точку Б. Но нет, пока без этого действует атака. И в целом у нас не так много перестрелок на центре происходит в последнее время. Если винстрайк там пытались кого-то найти, часто играя за атаку, то Форс нет. У них больше уклон на территории длины и по точке Б. В итоге Джерри закрывает все-таки Хоббитов. В яме уже труп. Пять на четыре. Пытается играть на размене так же. Кризу, Кризу! Вышел, одного забрал. Второго тоже заспреил. Но Алмазер тут уже сидел с этой СГ и смог его отправить в освоясь. Три в три ситуация. Элиан, Бондики, Лаки, Алмаз, Икси Пауэр, Фейс, Кряк. С другой стороны, выход на яму. Там можно оставить одного бойца и там еще сыграет Назик вместе с Фейс, Краком. Например, Икси Пауэр. В ручнику Ротто сыграл Элиана, переиграл. Снайпер против снайпера. И атакующий игрок оказался сильнее в этой пропрыжке и в этой реакции. Икси Пауэр идет дальше. Он голоден к этим фрагам. Он хочет еще убивать. Там в смоке находится соперник. Возможно, будет флешка какая-то на Фейс, Крак еще и забирает Бондика. Последний остался Лаки. И его тоже ждут. Классно сфокусили внимание здесь на ланге. Ай, как не попал Кси Пауэр в упорь! Но в итоге исправляется. Испе 250-го делает заключительный минус. Команда Форс ломает об колено сейчас своих оппонентов и делает это красиво. Да, Икси Пауэр только что показал, кто хозяин на карте ДАС-2. Этим прыжком, байтом на Элиана, который тоже довольно активно открывался за испанским ящиком, выходил на угол и получил пулю. Вот они, ребята, которые близки к тому, чтобы пройти дальше. Играть еще сегодня за выход в плей-офф нашего чемпионата. Икси Пауэр на Респе у себя. Там раскидка на длину довольно активная. Пытается выйти Элиан, но только на Алмазера. Флешки там, конечно, летели, но не самые удачные. Судя по всему, или Алмазер успевал перетягиваться, вернее, даже разворачиваться. Джерри работает против Зига. Там Хоббит тоже упал. Уже ситуация 3 в 5 для Кризина, Бондика и Лаки. И у них пистолеты, и не особо там много шансов побороться за девятый. Ну, это раунд на статистику. Опять же, фразы, я думаю, не будут допускать ошибок. Сейчас их ошибки сводятся к минимуму, и это видно по игре. По тому, как они действуют. Нельзя сказать, что они там супер-трай-хардят, ползают по карте. Нет, этого нет. Есть просто хорошая мысль. Есть идеи, и есть, конечно же, попадание. Потому что по стильбе вот прям форс в некоторых случаях превосходит своих оппонентов. А у Винстрайка как-то периодически кто-то подключается, зажигает в каком-то определенном моменте, и все, дальше тишина. Да, есть у нас карта. Большая. Бондика СГ с PGL Кракова, кстати. СК против Астралис. Астралис тогда выиграли, проиграли, потом гамбит. Да, PGL Краков, это, судя по всему, даже не Бондика, на самом деле, СГ, а Хоббита. Забирает себе атака этот раунд. Все было просто, как ты уже сказал, раунд на статистику. Но там многое зависело от начала выхода на длину. То есть, если бы в защите получалось там какой-то размен на вязать, то от этого можно было бы плясать. Но к этому не смогли перейти ребята из команды Винстрайк. Вот сейчас деньги есть. Нужно подумать. Тактическая пауза, чем закупиться. Возможно, это будут две снайперские винтовки. Как вариант для того, чтобы удивить. Но нужны какие-то первые тайминги, первые фраги. Опять же, такие опены. Потому что иначе Винстрайк у нас раунды не выигрывает. Сколько они раундов за эту серию смогли перебороть, когда они теряли первого бойца? Обычно у нас Форс выступает, как та команда, которая может в меньшинстве выиграть, но не Винстрайк. И вообще такое ощущение, что у Винстрайк есть какая-то проблема. Не то чтобы психологического характера, но что-то с игроками становится, они теряют одного и все. Они либо замыкаются, либо они играют не в оптимальную какую-то игру. То есть нет, знаешь, такой холодной какой-то мысли, какой-то взвешенности ситуации, анализа. То есть они либо закрываются, либо там лезут по одному. И нет вот идей, знаешь, всегда у тебя, когда что-то идет не так, у тебя должно быть какое-то решение. Ты должен где-то переходить к инициативу, где-то должен что-то предложить интересное. У Винстрайка этого не просматривается. И это на протяжении вот сегодня Best of 3 и вчера Best of 1. Вот в их игре не видно каких-то вещей, которые могли бы сломать эту игру. Да, да, и знаковая фигура пока молчит, это Хоббит, которого мы уже отмечали. Вот снова вспомнили эту СГ, чью-то из команды Форст с ПДЖ Краковской. И Хоббит тоже может в воспоминаниях этих потеряться. Но он же не может все время закапывать, правильно? Не может, не может. Знаете, мы это посвящается. Мы просто вот, я сейчас вспоминаю, что действительно вот тогда была совсем другая ситуация. Здесь уже ты на другом уровне борешься, да, у тебя все получалось. Там две карты он неплохие сыграл, но опять же на дистанции где-то, возможно, его тоже не хватает. Там Винстрайк в этом раунде. Хоббит тоже, кстати, вот о нем речь зашла. Он забирает Фейскрака. Вместе с ним играет еще тиммейт. Алмазер на размене против Кризена. Три в четыре ситуация. Эллиан уходит на длину. Кстати, его там слышит игрок атаки. И может даже подловить бомба установилась. И она на зиг стоит у нас. Минус, секси пауэр. Сам вышел на переделку. Хоббит на рампе. Тут уже делает фраки. Эллиан читает выходы от Алмазера, который был все это время на центре. Отлично. Четыре игрока команды Винстрайк выживает. И вот он, хоббит, включается. Эллиан тоже помог. Важный минус СВП. 9-13. Да, там заход был через платформу от фрезов. И справились ребята. Лахи там тоже дал минус. 13-9. Нужно еще парочку раундов для команды Винстрайк, чтобы она немножечко выдохнула. Потому что пока фрзы душат. Они там раунд проигрывают, тут же берут в ответ. Сейчас посмотрим, кстати, что там по деньгам. Там вроде как бомба устанавливалась. То есть по идее закуп должен быть у форз. Да, это закуп, но это закуп... Кстати, не на последние деньги. Там еще можно будет что-то сделать. Джерри на ранних таймингах выходит на лунку. Серия гранат. Столько всего летит Джерри. Там разминулся в смоке с противником. Кризен в итоге проходит. Что вообще за хаос происходит в этом раунде? Кризен забирает Алмазера. Джерри падает от Хоббита. Уже 3-5. И уже можно закрывать Свинстрайк. Своим соперникам показывать выход. В этом раунде Экси Павер будет до конца там бороться с Эллианом. Он его забирает на центре. Но он остался вместе с своим тиммейтом в ситуации 2 на 4. И их еще будут зажимать в спину. Там, кстати, Бондик выехал уже на Титаник. Он не даст им перетягиваться через Эспаун. Он не даст им выйти через нижнюю тэшку в верхнюю. Так что немного здесь аутов для команды Форс осталось. Но есть попытка. В любом случае проход через Зиг и длину. Тут Кризену нельзя ни в коем случае ошибаться. Погибать от Экси Павера. У него позиция нетипичная. И читается она игроком атаки на самом деле. Еще и дальше второго ожидает. Мне не понравилось его позиция. Да, Бондик далеко находится на самом деле. То есть, по сути, только что была ситуация 2 на 2. Но Хоббит справляется с Фейскреком. И последний остался Кси Павера, которым была информация. Он уже в центре у Пальмы. Но там все еще заходит в спину Владислав. И он должен в один момент здесь закрывать вопросы в этом раунде. О, что вообще? Что происходит? Но я не видел, что бы так с ССГ стреляли, если честно. Особенно в спину. Главное, что эффективно. Убил. Улыбка появляется. Да, понятно, что что-то пошло не так, возможно. Но главное, что в Инстрак берут раунд. Шутник, что ли? Да. Сейчас бы порофлить. В матче на вылет третьей карте, да. На таком тоненьком. Да, конечно, это круто так попадать в голову. Но если не летит, там еще может быть разворот. Но вот он, Коби, да. Важные минусы на длине. Там Кризен вообще пробрался через смок. Отпустил там одного Джерри. Но это не важно, потому что у него в спине был еще тиммейт. Ну и пуш от Эллиан тоже довольно неплохой. Эти фраги ни к чему хорошему не привели для команды Форс. Знаешь, я готов смотреть на это вечно. Десятичасовую версию просто замутить. Да, давайте попросим. Так, смок пошел на КТ. Пошла раскидочка от команды Форс. У них тут такой полу-форсик. Это СГшка, это МАК-десятка. И, в общем-то, бомба под Б. Два игрока в упоре в инстрайк. Очень важный раунд для них. Так, фейскрек уже находится под Б. Нашивает. Кстати, да, вариант. Вот под эту флешку дальше ворваться. Там под окном находится один опорник. Он не смотрит туда же. Алмазер еще и забирает Бондика. Ребята, это провал на точке Б. Плит. Убирает Хоббита. Элиан только сейчас играл СВП, но это не важно. Почему? Потому что атака уже поставила бомбу на Б. Это будет сейф. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну, знаете, вот у нас Форс не так часто ходили на Б. Вот именно тогда, когда нужно было это сделать, они смогли пройти, прорваться туда. Еще и с плитом выше. Еще и с не самым лучшим байом. Посмотрите на этот суп от Джерикс и Павера. Там еще ЦЗшка была на руках у кого-то. Опорники погибли от ЦЗшки и Мак-десятки. Да. Опорники на Б, которые вообще ничего не сделали. И фейскрека там тоже очень рано отпустили вообще на этом центре. Флешка там, которая летит через окно, она в принципе уже неприятная для опорника одного-второго. Очень важный раунд для себя забирает команда Форс. Пытается засейвить тут Кризен и Хоббит. Вернее, это Эллиан, простите. Ну, получится, потому что все остальные далеко находились. Алмазеры тоже не стоит идти. Хотя, с другой стороны, деньги у него были. Мог бы еще что-то потерять, но, с другой стороны, СГ противнику не хочется отдавать. Этим Мак руководствовался здесь на длине игрок команды Форс. Тут же летит дроп. Респан на длину особо-то хорошего нет. Икси Пауэрс, АВП будет пикать центр, судя по всему. Минстрайк горят в этом камбэке, конечно. Раунд взяли, раунд только что отдали, очень неприятный. И пауэр, минус Бондик. Такого вы не хотите начинать раунд, ребята. Особенно при счете 10-14. И смотри, Раш Б сразу же, Молик прилетает. Понимает Элаки, что могут быть сейчас у него проблемы. Он делает один минус. И все, потерял дальше угол. Нет возможности сделать еще один минус. Три в четыре ситуация. Эллиан на рефраге. У нас все отлично для команды Форс складывается в этом раунде. Минута 20 до конца. И, наверное, Эллиан страйк могут уходить на сейв. Да, они будут пытаться это делать, но не получается. У Эллиана Джерри вышел уже, спину почесал. Хоббит на зиге. Но он не хочет сейвить. Он просто идет дальше зачем-то на зиг. Его ловит Икси Пауэр. Последний Кризен на длине. У него, возможно, будет попытка, конечно, лучше, чем это сделали его тиммейты, опять же. Но Хоббит тоже непонятно, зачем пошел на центр. Но тоже уйти обратно к зигу, где-то через точку А сыграть. Потому что девайсы это очень важные. У вас нет денег. Особенно это касается Эллиана и Лаки. Ну и Кризен там тоже еще попытка. Должны его загонять ребята из команды Форс. Первый отлетает Джерри. Тут же инфа. Появляется на карте у нас Кризен. Закрывает еще и фрита. Классная, конечно, стрельба. Но к чему это приведет? Только к взрыву. И к пятнадцатому раунду для команды Форс. Пять матч-поинтов для Форзов. Форзов здесь на карте ДАС-2. И они, в общем-то, будут двигаться дальше. И сохраняют жизнь на турнире. Ну а Винстрайк в одном шаге от поражения. И от того, чтобы уже, как вы понимаете, покинуть наш турнир. Ну что? Без права на ошибку. А ВП нет в обороне. Зато есть много гранат. Вот Кси Пауэр, который всю дорогу ловил, ловил, пытался словить минус. Или хотя бы прострел. Вот в итоге и сделал... В самом важном раунде. Да. Да, еще и... Потом такой быстрый выход на точку Б. В итоге Б два раунда подряд проиграла. Вот это факт. Потому что выход был у нас с МАК-10 и ЦЗшкой. А потом фраг от Икси Пауэра. И... Один Лаки там был не воином. Один фраг этого было недостаточно. Что готовится врыв, судя по всему, на длину. Там с МАКом закрывается банка. Обновляется. Флажка полетела. Кризен закрыт. Будет прекрасный огонь. Ильгент не чекается позиции фейскреком. Кризен его закрывает. Кризен дальше стоит. Минус Алмазер. Отличное начало раунда для команды Винстрайк. 10-15. Но нужно здесь, конечно, отыграть дальше глубоко. То есть не пытаться принимать дуэли. Команда Форс пытается выйти на Зиг. Там все три игрока. Эллиан очень аккуратно чекает выхода. И здесь замечает одного. Репикать не стоит, потому что там может быть СГ. Одно попадание и ты труп. Минус Хоббит. Это была машина. Эллиан получает под себя молотом. Пытается там где-то действовать. И выходит в итоге на Джерри. Он его закрывает. Неужели? Так вот заканчивается эта игра для команды Винстрайк. Но еще три в три ситуации. Есть диффуза у Кризена. Он же был героем на длине в этом раунде уже. И нужно продолжать свой успех. Бобба поставлена на Зиг. Там пытается выйти на бортик. У нас игрок атаки. Это был Икси Павер с АВП. Флэшка полетела через верх. Кризен будет идти дальше. Бонни красный остается. Забирает он только Джерри. Предыграет на размене. Икси Павер! Нужно выживать. Там Зиг тоже подключился. Пытается выйти один игрок. Минус Лаки все-таки. Кризен последний. И он убивает одного. Один на один ситуация. Икси Павер забирает этот раунд и эту игру для своей команды. 2-1 по картам команда Порс.